Доброго всем времени суток, дорогие друзья! С вами ваш уютолог Анна, и сегодня у нашего видеоканала Территория Уюта очередное выездное мероприятие. Мы приглашаем вас на мастер-класс по флористике, который будет проводить здесь, в Большом торговом центре, гипермаркет домашних товаров Уютерра. В качестве наполнителя я буду использовать вот такие конфеты крупные и конфетки ММД. Мы можем использовать абсолютно разные наполнители, конфеты, мармеладки, может быть, какие-то фигурки. Я убрала хризотелла, который мы сейчас расположим вокруг. Наши филзовые цветы удобно подбирать по размеру. Мы можем их как загибать, так и отрезать. Орезается они очень легко, когда вам, который у нас используется, задает нам цветовую гамму. Распределяем равномерно. Обязательно логеря в глобных искусственных воруд. Когда искусственные воруды, вы очень правильно используете дуральные ремки, которые вы можете сорвать на улице или дуральные листья. Они очень хорошо смотрятся. Я приготовила так, как у нас правильно. Я украшу его такими незаметными. Зарезные палочки. Чтобы так придерживаться. Вот так. С рисункой. С кашпором. И мин. Выбираем оттенки, из которых нужно делать наш букет. Я думаю, что мы будем сочетать из цветов и диалетовых оттенков. Судебный лук. Но лук у меня гораздо меньше. Поэтому они у меня будут являться акцентом. Фонтан, который, несмотря на то, что он помнит из другого материала и в другом оттенке, но он точно так же будет сочетаться с нашим букетом и подкреплять. Особенно, когда мы подключим шруб воды, успокаивая, горославляет. Это очень приятно. Очень важно в букете делать его не ровным, а таким немножко растянным. Попробуем. Какие-то цветы в дыше, какие-то дыше. Второй сапог мы можем заполнять, может, сапог. По желанию. У меня такой экроризированный угол на зеленом ковре, серые и голубые. И вот такой абсолютно прекрасный букет, который не нужно выливать, никогда не зарядить. Достаточно просто его помыть по этим дусам. В общем-то так за всеми цветами искусственными выхаживать вполне себе. И он не себе достаточно. Если бы я была у себя на даче, я бы использовала, например, в чай завариваю. Первый букет, разборно смотрится. Он очень хорошо стоит и очень хорошо смотрится с другими растениями. И точно так же накидывая у нас сюда цветов абсолютно рады. Какое у нас настроение зависит от этого. В общем-то у нас здесь и так уже в основном садовые цветы. Вот так, роскошные. Но я бы на даче, конечно, рекомендовала какие-то экстравагантные. Не бойтесь, когда вы создаёте в руке, особенно если это в руке, который вы имущество дарили в камне, покажись, удораживаться, так приобретая свободу, становиться настоящим. И вот цветы стали с собой на той лице, которая стала снимать. О, йо, как ты красиво. Лиза, спасибо за этот интересный мастер-класс по флористике. И скажите, пожалуйста, может ли в интерьере присутствовать только один цветочный центр тяжести? То есть, когда все цветы сосредоточены в одном месте. В зависимости от того, какой стиль мы используем в интерьере. Если это прованс, то цветы у нас могут располагаться абсолютно по всему дому, по всей гостиной. Или же в зависимости от того, какую комнату мы хотим обуютить. Если же мы делаем букеты для современного стиля, то, конечно, лучше, чтобы сочетание цветовой группы у нас было достаточно минимальным. То есть, например, достаточно будет только трех цветов в Азии, чтобы оттенить, например, сервировку или же какой-то угол прикроватной тумбочки, например. А как вы относитесь к буйству цветов? То есть, чтобы в букете присутствовали разные-разные цвета. Допустимо ли это в интерьере? Ну, это, конечно же, допустимо. Как раз в Провансе нашим любимым. Потом главное, конечно, чтобы было сочетание цвета в цветах. То есть, например, если у нас идет использование грязного оттенка в цветах, то есть он недостаточно чистый, например. То, конечно, лучше, чтобы чистые бутоны использовались у нас как нюансы. То есть, например, в общем букете у нас бы, например, использовалось только три цветка. Или, например, достаточно одного. Это был бы явный признак английского букета. А скажите, пожалуйста, как ухаживать за искусственными цветами? Можно ли их мыть, протирать? Или сразу, как они появились, искать им замену? Достаточно протереть их влажной тряпкой. Если мы... Я, например, не заморачиваюсь с такими букетами. Я просто беру и достаю их из вазы, опускаю под душ, стряхиваю и, в общем, ставлю всеми же самыми каплями в доме. И это вообще очень просто, очень удобно. Ну, согласитесь, какая же красота. Обязательно попытаюсь повторить что-то подобное у себя дома, ведь действительно это оказалось совсем несложно. И буду рада, если вы поделитесь фотографиями своих зеленых уголков, созданных из искусственных растений, с нами в группе «Территория уюта в Одноклассниках». А с вами была ваш уютолог Анна. Пусть в вашем доме всегда царит благополучие, гармония и уют. До следующей встречи! Субтитры подогнал «Симон»!